Читать один текст из Библии, чтобы мы могли получить определенное наставление, еще раз взглянуть в свое сердце, исследовать его. Давайте мы откроем. Это книга Даниила, 5 глава. И с первого стиха мы будем читать. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих. И перед глазами тысячи пил вино. Валтасар это сын Навуходоносора, если вы читали книгу Даниила, был такой царь Навуходоносор, который завоевал Израиль и разорил храм. И все вот эти священные золотые чаши, которые употреблялись в храме для поклонения Господу, для служения Богу, он принес их в свою страну. И вы помните эту историю, когда Господь, он показал Навуходоносору это видение, величественное дерево, которое было срублено. И далее мы читаем в этой истории, что Навуходоносор, у него лишился рассудок, и он несколько лет жил как вол в поле, питался травою, его тело было омываемо росою. И потом он взглянул на небо, и Господь вернул ему разум и сановитость, и он вернулся опять в свое царство и прославил Господа. И вот речь идет о Валтасаре, это его сын. Что удивительно, Валтасар, являясь сыном Навуходоносора, очень прекрасно знал эту историю. Потому что в то время история, или то, что произошло с Навуходоносором, об этом вообще знал весь мир. Просто представьте, царь величественной державы вдруг лишился рассудка. И не один год. Но узнали бы об этом, но вот сегодня какой-нибудь царь или правитель могущественной державы вдруг сошел с ума. Об этом бы все узнали, правда, СМИ быстренько бы разникли. И эта новость, она была бы, ну, такая она была бы лидирующая во всех топ-новостях. То есть Валтасар, сын Навуходоносора, знал эту историю. Он знал, что нельзя превозноситься. Он знал, что нельзя ту славу, которая принадлежит Богу, присваивать себе. Он знал, что все, что имел его отец, это было дано ему Богом. И тем не менее, мы видим в этой истории, что Валтасар, он продолжает, ну, продолжает вот это вот нехорошее или плохое поведение своего отца. И здесь мы читаем, он сделал пир, и перед глазами тысячи он пил вино. И посмотрите второй стих. И вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, принес, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам и наложницам его. То есть, посмотрите, даже Навуходоносор, его отец, он принес эти сосуды, но он не позволял себе такой вещи. Он понимал, что эти сосуды, они имеют определенное священство или определенное... То есть, нельзя на Божьих весах и оценивать не по стандартам этого мира, как нам бы хотелось, а по Божьим стандартам. И увидеть, легкий я, или все-таки я в глазах Бога имею какой-то вес. Мои мысли имеют в глазах Бога вес, мое сердце имеет в глазах Бога вес, мои поступки, слова имеют в глазах Бога вес или нет. И если я взвешиваю, вдруг вижу, что я стал легким или полегчал, нам нужно что-то менять. Понимаете? Весы, они даны для того, чтобы увидеть свое естественное состояние. Вот когда сестра встает на весы, она видит, ой, я потолстела на 5 килограмм. Что она делает? Она принимает решение. Какое? Ну, не сесть, она уже и так на диете, раз она встает. Она не сесть, она понимает, она переборщила с чем-то, и нужно от чего-то воздержаться, чтобы был определенный вес. Ну, правильно, сестры, или нет? И она принимает какие-то решения и говорит, о, нет, нет. Ей предлагают булочку, нет, нет, я, спасибо. Она отказывается. Ради чего? Красоты! А коим паче, братья мои, сестры, мы должны. Оценивать нашу внутреннюю красоту. Красоту нашего сердца, нашей души. А ее мы можем оценить только стоя на Божьих весах. Поэтому пусть Господь нас благословит. Вы спросите, где взять эти Божьи весы? Когда вы открывали ее последний раз? А когда вы утром открывали, да? А взвешивались на ней когда? Ведь понимаете, мы же по-разному можем. Я же могу открыть ее и взвешивать, например, сестру Наталью или брата Ивана. А Володю я взвешил. Вот, ну, Володя, ты легкий, что-то ты. Я встаю на весы и взвешиваю другого человека. Нет. А вот так искренне. Никто не знает, никто не видит. Встал на эти весы и сказал, слава Богу. Или сказал, Господи, правда, это я такой грешный, не до конца освященный тобой, не смиренный, надменный. Ты из меня сделал чашу, сосуд, а я в этот сосуд через глаза, рот, мысли вливаю эту грязь. Я скверняю их, Боже, очисти меня. Ну, правда, так ведь? И если я вижу, что легкий, легкий, то питание нужно, молитва нужна. Когда я уже дистрофею, ему говорят, слушай, ты что творишь с собой быстрее, тебе надо набирать вес. Вес набирать. Ну, вот я как-то с тобой, Вадим, мы с тобой говорим, надо больше, чтобы поправить массу, что нужно? Кушать булочки надо, да? Вот он говорит, булочки. То есть, если вы худенькие, а хотите, чтобы у вас бицепсы были, он говорит, булки кушать надо. Чем больше, тем лучше, еще и на ночь. Ну, а потом ты через это можешь в мясо превратить. Можешь булочки, говорит, булочки. Да. Так если мы, друзья, послушайте, если мы вдруг встаем на эти божьи весы, и мы видим, мы взвешиваем себя, люди могут нас оценивать, они могут со стороны говорить, какой ты хороший верующий, ты такой христианин, ты такой правильный. Но когда мы сами встаем на эти весы, мы видим реально свой вес. Ну, я смотрю, она говорит, ой, я полная. Я смотрю на нее, какая нормальная, она говорит, что придумываешь-то? Ой, ты не знаешь, брат. Я говорю, что ты придумываешь, ты нормально выглядишь. Ты не знаешь, я поправилась, я сегодня взвешиваю. Со стороны может выглядеть. Но мы, но мы сами лично, если мы встаем на божьи весы, если мы искренне, мы можем видеть реально свое сердце и свое положение, разве нет? И если я вижу, что я легкий, боже, я легкий, я не такой, когда ты меня спас, я был тяжеловес в твоих глазах, то надо кушать больше хлеба, молитвы, собрания. Брат один говорит, вот опять упал, знаешь, завалился. Я ему говорю, слушай, Библию читаешь? Нет. На молитвенное собрание по понедельникам ходишь? Нет. В четверг на собрание ходишь? Нет. С работы еду домой. На домашку посещаешь раз в месяц, бывает. Воскресенье, опаздываю. И ухожу рано. Говорю, а что ты хочешь? Ну ты сам создал такую ситуацию. Ты стал до такой степени легким, что тебя ветер, фу, мира этого просто сдувает. Легкий ветерок и сдул, и ты опять валяешься там где-то в подворотне, в этом грехе, в блювотине. Сам не рад. Мы сами ответственны за наше духовное состояние. Братья и сестры, давайте мы сегодня, еще раз, мы будем испытывать наше сердце. Дух Святой хороший помощник нам. Мне так нравится, что мы не просто едим такой сухой хлеб Ветхого Завета. Святой Дух, Он его делает мягким, таким, знаете, вкусным, доступным. Иногда бывает, ты еще не успел Библию открыть, а Святой Дух, Он уже обличил тебя. Тебе уже не по себе. Ты уже знаешь, что ты неправильно повел себя в той или иной ситуации, не то подумал и не то сказал. Нет, мы очень чувствительны. Иногда просто приходим в чье-то присутствие верующих людей. Они ничего не говорят, либо начинают говорить, даже не зная, что происходит с тобой о твоей ситуации. Но не чудесен ли Бог? И у нас есть выбор, бежать прочь из этого уже неуютного состояния. Либо каяться, смиряться пред Господом, и говорить, Господь, прости меня. Идти попробовать исправить ситуацию. К этому Бог нас ведет. Аллилуйя. И тогда мы будем святой, чистой чашей, употребляемой Богом. Встанем, помолимся на наши, на наши ноги, помолимся. Послушайте, мы живем, но как бы ни говорили, экономика там плохая, людям плохо живется. А я смотрю по пожертвованиям в церкви. Жить стали лучше. И не слышу уже давно, чтобы кто-то говорил, нет работы. Вот когда в начале двухтысячных мы жили, кто ходил в церковь, там пропадали все в Доме Божьем. Почему? Работы не было, что делать в Доме Божьем. А сейчас. И вот я хочу предостеречь. Как бы работа наша не стала для нас идолом. Услышьте? И мысли сразу приходят. Ну а как же жить? Надо же работать. Надо же как-то работать. Надо же там, ну... И ты, и ты в это веришь. Ты так же думаешь, как Навуходоносор, что ты сам все, все это приобрел. Ты сам к этому пришел. Или все-таки ты осознаешь и понимаешь, что все, что у тебя есть до сего дня, тебе дал Бог. Вот вы знаете, я услышал недавно такую мысль. Я не об этом хочу говорить. Для меня десятина это святое. Это правда. Мы как-то научены с самого начала пастора. Мы держимся этого. Но я всегда понимаю. Мне понравилось, недавно я услышал. Если я Господу даю, это значит, я, ну, как бы, как бы подтверждаю, что Бог дал мне все это. Поэтому я Ему даю. Он дал мне. Если я не даю, я как бы и говорю, да что я буду давать, это же я сам. Понимаете? То есть, если мы с кем-то, ну, ну, как бы, Сергей дал мне работу. Например, ты дал мне работу. Я заработал. Ну, по идее, если Сергей мне дал работу, и я заработал хорошо. Ну, я же как-то должен же, правда, его, ну, Сергей, ну, ты мне дал. Ну, процент какой-то возьми. Ну, нормально это или нет? Ну, он уже, он может отказаться, сказать. Ну, это, ну, по идее, я бы сказал, ну, ты же мне дал, Серега, на. А если я говорю, а что это я буду ему давать? И все сразу скажут, вот, вот наглец. Он ему дал работу, он его познакомил с этими людьми, он за него поручился там. Тот хорошо заработал, а хоть бы, хоть бы тортик бы купил бы. Ну, так, так вы скажете же или нет? Ну, так. То есть, если я даю, я как бы внутренне подтверждаю, что в этом, во всем участвовал Бог. Вот к чему я веду. Вы прекрасно знаете, ну, это учение о пожертвованиях Аддисте. Я не про это. Я говорю сегодня. Как бы нам не превратиться в тех людей, когда мы начинаем говорить, я это сам. И незаметно превращаемся в навуходоносора. Мы приобретаем в жизни какой-то опыт, и потом называем это мудростью своей. И становимся идолопоклонниками. Вот, может быть, нам сегодня стоит пересмотреть что-то в этом отношении, изменить что-то. Я знаю таких людей, которые могут сказать, что когда Бог полностью обо мне заботился, я имел больше, чем я работаю, сам пытаюсь заработать. И это правда, такое бывает. Когда Бог дает больше, и Он силен. И благословить нас, и благословить дела рук наших. В этом есть тоже разница, когда Бог просто благословляет. Раз там человек говорит, 300 тысяч, Андрюха, купи себе машину. А он думал, где же взять, никогда не заработаю, на, купи. Это одно. А есть, когда Бог благословляет дела рук, когда ты работаешь, а Бог благословляет то, что ты делаешь. И это другое. Но и то, и другое, мы должны понимать, оно от Господа, не из-за того, что у тебя руки золотые. Бог благословляет дела рук твоих. Не из-за этого. Потому что ты Его чтишь. Потому что ты Ему служишь. Потому что ты поклоняешься Ему. Ты знаешь, что значит, Мене, Мене, Теколу, Просин, Тет, знаешь. И поэтому просто так ты пришел, говоришь, мне не надо, я тебе скажу значение слов. И в конечном итоге уходишь. У тебя по должности повышали, золотую цепь тебе дали. И царскую багряницу. Ходишь в таком костюме, которого ни у кого нет. Только у тебя и у президента. Почему? Потому что мы должны вставать на Божьи весы, взвешивать себя. И каждый день. Каждый день. И Святой Дух, и Божье Слово. Они помощники нам в этом. И так мы преображаемся в образ Иисуса. И становимся на Него похожими все больше и больше. Аминь, братья и сестры. Помолимся.